Всем привет, с вами Березовский. Добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Ребята, я уже сделал сборки на QQ9 и MSMC, они получились реально имбовыми. Я прям влюбился в MSMC или УЗИшку, и с моей сборкой можно реально разносить рейтинг на Изи. Стреляет прям в точку, так вот можно выносить от бедра тоже легко. И главное, с ними бегаешь по карте и спокойно разносишь. На то они, кстати, и ППшки, чтобы быть мобильными. Так вот сейчас будет сборка немного другого плана. Под другой стиль игры, тем более это будет штурмовка, поэтому тем более, тем более должен быть другой стиль игры с ней. Представляю вашему вниманию сборку на HBR A3 или просто Хабар, да, или Хабарчик. Я буду называть Хабар, мне нравится вот так. Первый раз я познакомился с ним, знаете, это короче как такое, как романтик, как будто бы пара встретилась, да, там мы с ним встретились давным-давно в 11 классе, влюбились друг в друга. Вот я примерно так же сейчас расскажу. Я первый раз познакомился с этой пушкой в прошлом сезоне, потому что, да, я тот человек, который прошляпил момент, когда можно было заполучить эту пушку раньше. Так вот, я вам скажу, ребята, это была любовь с первого взгляда. Да, да, это было абсолютное зло. Да, именно так, именно зло. Кто самый внимательный, я даже комплект, смотрите, вот, да, назвал зло. И я даже с этим названием, да, постоянно игрался в предыдущем сезоне. В общем, кто не смотрел, посмотрите ролик с прошлого сезона, как с ней можно было разносить рейтинг просто в щепке. Подсказка сейчас вылезет в правом углу на экране. Посмотрите, пожалуйста, да, как это было раньше в предыдущем сезоне. Интересно, что же стало с Хабаром с новой системой кастомизации? Тем более, его, по словам разрабов, понерфили. Неужели все? Неужели его можно теперь забыть, ну, просто как старую легенду? В общем, сейчас поглядим. Сразу говорю прямо, открытым текстом и по-русски. Цель этой моей сборки – максимально уйти в точность, избавиться от отдачи и разброса. А также сделать так, чтобы эта штурмовка стала легко забирать на самой дальней дистанции, чтобы можно было выносить даже снайперов и писюнов кемперов. Ну и еще мне в прошлом сезоне не хватало, если честно, у этой пушки точности при стрельбе от бедра. Надо эту ситуацию здесь будет исправить для нагиба на ближней дистанции. Я имею в виду ту дистанцию, когда сталкиваешься прям лоб в лоб в закрытом пространстве. И вот там надо бы выносить точно от бедра и как можно быстрее, потому что там, естественно, преимущество у ППшек у нас и тех пушек, которые от бедра имеют большую точность. Поэтому это мы исправим. Естественно, естественно, для интеллектуалов говорю, я жертвую мобильностью, но компенсирую это перком вот этим вот красненьким легковес. Поэтому я сказал, это будет и сборка иного плана под другой стиль игры. Так вот здесь мой стиль игры будет следующий. Это первое, отыгрывать от точек или зон. Второе, максимально мансить в этих точках. Выпрыгивать из-за препятствий. И третье, забирать челиков дропшотом. В общем, словом, творить зло. Итак, поехали смотреть. Ну, в общем-то, тут все у нас стандартно. Единственное, скажу, что вот этот вот зеленый перк можно... Я ставлю именно Гоуст, потому что, чтобы меня радары не видели вражеские. И вообще, да, где я перемещаюсь по точкам и так далее. Ну, тут, я думаю, объяснять уже не нужно в этом сезоне, уже шестой сезон. Можно заменить на стойкость. Потому что, действительно, Хабар это та пушка, когда в тебя попадают, ее реально прям сильно выбивают вверх. Как примерно, наверное, калаш, наверное. У других пушек такой проблемы нет. А у Хабара реально рвет прицел, да, выбивает вверх. Реально, это проблема. Поэтому, если вы не можете, не привыкли, не ожидайте этого, да, к этой пушке все-таки надо привыкать под стиль игры, ставьте этот перк, пожалуйста, и у вас тогда на 60% будет ослабляться этот рыбок. Практически вы его не ощутите. И это реально имбовый перк именно для Хабара, для этой пушки. Но я более-менее пристрастился, приловчился, да, и выхожу я на противника на префайре в основном, поэтому где-то 80% случаев меня не выбивает. Поэтому все-таки поставлю вот этот. Но для новичков все-таки я советую стойкость. Как бы, да, чтобы... Ну все. В основном здесь все стандартно. Сама сборка этой пушки. Вот так вот. Во-первых, слева направо, сверху пойдем слева направо. Во-первых, дуло. Поставил, что-то мне понравилось реально так вот так вот. Реально мне понравилось играть с легким пламя-гасителем, потому что, да, снижается яркость все-таки выстрелов. И вот она повышается, точность стрельбы от бедра. Теперь вроде бы, да, это сборка. Сейчас потом посмотрим, заценим в рейтинге. Вроде бы она от бедра должна забирать лучше. Посмотрим. И точность разброса пуль в режиме прицеливания. Ну, понятно. Ствол я поставил вот такой. Дистанцию увеличив здесь самое главное. И устойчивость горизонтальной отдачи. Я уже в предыдущих роликах говорил и повторю еще раз. Я топлю за то, чтобы вот этими всеми вот обвесами, которые у вас есть, какими-то, какими-то загасить горизонтальную отдачу. Вот так. А какими-то вертикальную. Для того, чтобы загасить отдачу в итоге по всем фронтам. То есть вот я за это топлю. Вы, естественно, сборку под себя собираете, но мне кажется, да, я думаю, я считаю, я уверен, я уверен в своих сборках, что надо делать вот так. В общем, дуо такое. Ствол вот такой, с дистанцией увеличенной, чтобы на дальняк совсем прям снайперов сносить и писюнов, кемперов. Стабилизацию увеличиваем вот этим вот прикладом, собственно. Тут все вы можете почитать, нажать на паузу. Я не буду это озвучивать, иначе долго. Подствольная рукоятка у нас, передняя рукоятка Ranger. Вот тоже текст, собственно. Почитайте, остановите на паузу. Думаю, это не проблема, да, 21 век, все вы знаете. Вот такие, собственно, у меня обвесы. Ну и оптика, классический коллиматор. Сразу скажу, кстати, про коллиматор. Я не хочу, не хочу сетку менять, потому что, ну вот, обзорность закрывает, что-то вот не то. Вот это вообще, да, типа как голографический. Ну не хочу. Это как Counter-Strike 1.6, ну серьезно, алло. Типа, ну не знаю, да, обзорность как-то закрывает. Вот этот плюсик тоже, ну такое себе. Это дело на любителя. Но мое мнение, лично мне, нравится просто красная точка. Да, она жирная, но мне нравится просто красная точка. Поэтому как-то так оставлю ее. Все. Собственно, камуфляж, да, понятно, с прошлых сезонов. Ну, поехали к катку, посмотрим, как она себя чувствует в рейтинге. О, круто. На карте Нюктаун, да еще в режиме превосходства, творить зло, я вам скажу, просто благое дело. Ну, честное слово. Так, сейчас посмотрим. А, ага. Так, приветствие. На самом деле, мне очень нравится, как теперь приветствие выглядит. Вот так Тима показывается. Прям реально, ну круто. Сделали. Вот это плюс. Это респект. Это сделали круто. Смотрите, видите, значки команд. Зеленые и синие. Это люди, тиммейты. То есть, да, они вместе пошли в рейтинг. Ну, просто те, кто не знал. Так, вроде бы легенды против нас играют. Ну, предыдущих сезонов, я имею ввиду. Так, вот так посмотрели в окошко автобуса. И во, о, видите? То есть, пушка, пушка. Все, все, без отдачи, без разброса. Просто стреляй в точку. Главное, натренировать АИМ. Так, теперь, кстати, коктейль Молотова нужно дальше зашвыривать, нежели гранату. Я просто к чему? Я привык к гранатам. Так, вот так вот. О, даль, близь. Оп, все. Забрал я этого челика. Так, опа, добрый вечер. Добрый вечер. Вообще отлично. Так, ну, мне кто-нибудь поможет из тиммейтов, интересно? Нам активочку поставим. Ребят, залетайте на точку. Залетайте ко мне на точку. О, все, красава. Тиммейты красава. А я сдал. Отлично. Ну вот, а Молотов надо кидать дальше, чем гранаты. Я привык к липучку закидывать. Мне как тут, вот так вот, да? Прям вот до угла надо доходить. Как-то непривычно. Так, ну, по ощущениям Хабар прям вообще без отдачи, без разброса. У, кайф. Вообще кайф на дальняк. Так, ну, это мой, это уже косяк, я что-то запутался. Почему-то он в присед пошел. Так, сюда закинем. Ага, и пойдем. По ощущениям, на дальняк вообще имба. Вообще без отдачи, разброс и так далее. Главное, оп, оп, от бедра. И далее все, все, да. Кстати, реально, я обвесом эту точность от бедра повысил. Вообще кайф. Вот так вот тебя заберем, дружочек. Че ты тут будешь, мои? Вот так вот. Вот это зло. Это просто зло. Ребят, пушка. Так, ага, вот так. О, так, ага, патроны. Я понял. Попрыгаем, попрыгаем. Отлично. От бедра забирает лоп-лоп просто теперь превосходно. Реально. Лучше, чем было, факт. Оп, оп, минус два дали. Так, граната, граната. О, все, фух. Главное, да, я вылез, конечно, вот так вот в открытую, но от гранаты зато спас. Ну, окей, настигла смерть. Это судьба. Это просто судьба. Ребят, теперь Хабар стал просто таким бой без отдачи. Это нереально. Так, подарочек зашлем. О, отлично. Просто реально лютейшее, просто лютое, лютейшее зло теперь. Серьезно. Так, надо вот так вот убрать. А, окей. Окей. Че-то много стали ребят бегать, как его, коряк, да, с коряком, наверное. Ну, не знаю. Мне, например, не заходит. Что снайперки, что это. Ну, это уже, как бы, да, это, опять же, это субъективная вещь. Я говорю, мне лично не заходит. А так, ребятам нравится, ну, круто. Оп. Отлично. Вообще превосход... Оп. Ай, дропшот не поймал, потому что я уперся в этот задний автобус. Ну, задний. Так. Оп. Забрал. Вообще круто. Ребят, я такой кайф получаю от геймплея с этой пушкой. Ну, серьезно. Оп. Забрал. Все. Вылетел на префайре. Хоп. Дропшот. Забрал. Все. Любая дистанция. Ближняя, средняя, дальняя. Вообще теперь без разницы. Эта пушка... Это просто... Это... Вы посмотрите, что она творит. Ну, тут уже все. Я заигрался уже. Азарт. Надо было возвращаться прыжком обратно за этот автобус. Перезаряжаться и опять вылетать. То есть это уже как бы... Вот, да, все блогеры все время говорят. Вот, там, тут пропустил, то, опять десятые. Ну, как бы вот разговариваешь. И, естественно, бдительность-нимательность теряется. Ты не можешь четко по тайм-кодам играть так, как ты играешь. Ну, просто в наушниках, да. Я играю, кстати, чаще без звука, когда записываю. Чтобы мой голос был не орать на всю комнату. И вы меня нормально слышали. Не чтобы я там, да, в микрофон орал громко. Оп, оп, все. Спрятались. Оп, да, так, от точки, от зоны. Оп, все, зашли. Надо поменять позицию. Надо поменять позицию. Не забывайте так делать, реально. Так. Ну, что, посмотрим. Посмотрим сейчас. Оп. Так, тут уже стрелять начинает. Выпал. Ага, все, понятно. Ну, да, тут вот, когда замораживают, конечно, вообще... Вообще на месте практически стоишь. Но в этом и цель была этой сборки. Ребята, вот те, кто, да, интеллектуалы дорогие. Те, кто напишут, моя сборка говно там и так далее. Так в этом и цель была, чтобы она стреляла вот так вот. Вот так забирать. Кемперов забирать. Понимаете, писюнов этих жалких. Забирать из любой щели, из любой точки. Снайперов, чтобы сносить на дальней дистанции. Вот это просто... Вы попробуйте эту сборку, поиграйте. Именно то, как я рассказываю про стиль игры, как надо. Вот так не вылазить, не лезть на рожон сильно, а играть от зон и от точек. Так сказать, вот как, опять же, да, я об этом говорил. Я играл профессиональный футбол с 7 лет... Нет, с 6 лет до примерно 15. Ну да, примерно так. Профессионально играл. И нам тренер повторял постоянно к нашей команде. Либо вы навязываете игру противнику, либо противник навязывает игру вам. Все, никак по-другому. И вот здесь то же самое, да, вы в игре. О, все, патроны кончились. Понятно. То же самое здесь в игре. Либо ты навязываешь свою игру противнику. О, красота. А, посмотри, какой. И забрал, да, с ракетницы. Либо ты навязываешь игру противнику, либо он тебе. Поэтому я занимаю зону или точку и навязываю игру противнику. Вот такой геймплей. В этом и есть цель этой сборки Зло, просто зло Что она, ааа Ребят, реально, одни эмоции этой пушки Она заиграла для меня по-новому, потому что Во-первых, она теперь от бедра Просто красота, как забирает Лоб в лоб, и теперь она на самый Дальний, прям ровненько В точечку стреляет Ну, не знаю, ребят, ну это подгон Я не знаю, такие сборки за деньги надо продавать Серьезно, это как шутка Из дискорда нашего, да, типа 100к, сообщение там, это, 100к, 300к 500к, реально, надо за деньги продавать Такую сборку, ну это я рофлю Это я рофлю, ну посмотри, чё Вот противники лезут там на самой дальней Дистанции, а эта пушка забирает, понимаете Она их забирает буквально С нескольких там патронов, и целую толпу Пачку может сносить Это, я не знаю, пулемет, только с чуть большей Подвижностью, насчет подвижности, кстати Если мансить, если скользить Постоянно, вот как я делаю, прыгать Прыгать, скользить, да И так далее, мансить, нормально В принципе, для штурмовки Ну средне, средне, объективно Не, не супер Неподвижно, не мобильно, немедленно Немедленно, как, допустим, с колуном Тем же, да, средне, объективно Средне, ах, блин, не попало, жалко А, ну и всё, да, ну и всё О, ребята, серьёзно Эмоции, ну, я не знаю, колоссальные Серьёзно, это ещё раз повторюсь И не устану повторить, это просто лютейшее зло Просто лютейшее Сейчас посмотрим, поглядим Сколько киллов здесь мы отворили Потому что, откровенно говоря Сокрушили мы абсолютное зло Разнесли просто, ну, я не знаю Это эмоция Вам просто надо разочек поиграть И именно таким геймплеем, как я вам рассказал Отыгрывая точек, не лезь на рожон Ни в коем случае Ну, счёт уже превосходный Ну вот, не лезь ни в коем случае на рожон А вот так аккуратно, тактически По тайм-кодам выпрыгивать Дропшот забрал толпу, пачку Неважно кого вообще И снайперов ещё забрал добавок Так, ну давай Ну, о, смотрите, сколько киллов О, вот это разнос рейтинга Вот это я понимаю В общем, ребят, пользуйтесь На огромнейшее здоровье Надеюсь, вы будете просто нагибать Как бог и легенду за, там, один день апните Я не знаю Всем огромнейшее спасибо за поддержку Ставьте лайкосики И всем до новых встреч Пока-пока